это конфигурация управления производственным предприятием украины версия 1.3 мы рассмотрим как вводить поступление товаров услуг начиная от заказа поставщику и заканчивая записью книги приобретения можно конечно обойтись меньшим количеством документов но я хочу чтобы мы их рассмотрели все то есть мы введем такие документы как заказ поставщику счет на оплату покупателя поставщику вернее платежное поручение исходящее поступление товаров услуг запись книги приобретения открываем меню документы управления закупками заказ поставщик вводим новый документ выбираем контрагента какого-то украинского для пущей натуральности договора основной длинный кстати когда вы выбираете договор здесь будут видны только договоры с поставщиком с поставщиками с потому что мы заказ делаем поставщиком вид договора и гибель договора а взаиморасчеты будет видны либо по договору в целом либо по заказам по счетам вы не будете видеть договоре так что если вы каких-то договоров здесь не видели просто стоит фильтр чтобы заказе поставщику вы не вводили договор по счетам тем не менее счет мы можем создать на основании данного документа но сейчас введем товар какой-то коньяк для используем демо версию данной конфигурации вводим какое-то количество какую-то цену пусть будет пусть будет сумма не включает мдс мне так больше нравится так все мы проводим 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 можем теперь ввести счет на оплату хотя здесь счет будет излишним но мы его вы рассмотрим вот 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 на счет и первая закладка пустая не пугайтесь этом бланке а нам нужно на вторую перейти это товар здесь все видимо записываем этот счет если у вас договор стоит вид взаиморасчетов по счету то нужно уже заказ не вводить а вводи сразу счет и на основании его уже вводить дальнейшие документы так как мы начали с заказом вернемся к заказу и будем на основании заказов и так предположим мы сначала платим а потом к нам приезжает товар значит мы платежное поручение нисходящее запомним первым и переведем на счет нашего поставщика на расчетный счет день из нашего расчетного счета банковского сумма как видите уже заполнено если вдруг сумма у вас не заполнена когда вы ввели документы основания это повод подумать о том может быть платежное поручение уже было оформлено проведено потому как пп контролирует чтобы вы не ввели лишний раз платежное поручение не сильно контролирует не строго но вот если вводится на основании то сумма будет нулевая если платежное поручение вы уже оформили и так проводим это платежное поручение проводу здесь нам показывает что на счету сумма нету вот так вот я не подготовился не перевел миллион кстати перевести у нас до хватило да да хватило не перевел денежки на этот счет ну пусть уже будет отрицательный остаток переходим на банки с война в авторские опроводки а их нет ай-яй-яй это не из-за того что у нас деньги в минусе а из-за того что не поставлен флажок оплачено вот когда флажок оплачено поставлен и документ проведен тогда мы видим и бухгалтерские опроводки ну вот так вот теперь нам нужно ввести собственно само поступление приехал к нам товар опять нажимаем вести на основании поступления товаров и услуг вот у нас заполненное поступление товаров и услуг осталось мы провести смотрим проводки ну вот так вот появился у нас налоговый кредит который мы им закрыть для того чтобы закрыть налоговый кредит нужно создать запись книги приобретения кстати если вы на основании заказа создаете вот это вот кнопочкой поступления товаров и услуг и вдруг табличная часть у вас пустая это опять повод задуматься может быть это поступление уже оформлено опять нас и 1с предупреждает чтобы мы два раза не вводили поступления товаров и услуг мы конечно можем принудительно посмотреть что у нас здесь не ввести здесь и провести ну тогда у нас будет нарушение отчетности так сказать так что если вдруг табличная часть пустая проверьте вот это вот кнопочкой сейчас где там заказ 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 это счет это вот заказ проверьте вот этой вот кнопочкой структура подчиненности документа а вдруг уже у вас здесь введено поступление товаров и услуга у нас то она введено если мы сейчас второе создадим она вот с пустой табличная часть потому что он введено уже осталось состав а в счете тоже будет если вы создаете счет на основании заказа и счет уже этот оплачен то здесь будет пустая табличная часть но мы переходим переходим к поступлению товаров и услуг теперь мы введем запись книги приобретения вели запись книги приобретения если у вас нерезидент то будет договор с нерезидентом вот пустая она всегда так как там налоговая немножко по-другому оформлялся здесь у нас все прекрасно все поставщик украинский все запомнило что мы должны сделать провести смотрим банковские проводки вот закрылся у нас налоговый кредит теперь давайте подумаем как же вот я говорил про то что 1с контролирует налоговые и налоговые а поступление товара и услуг контролирует не введено ли она сейчас попробуем узнать как она контролирует поступление посмотрим его структуру подчиненности движение документа по регистрам меня тут терзают смутные сомнения а вот заказы поставщикам здесь расход значит самом заказе должен быть приход открываем заказ смотрим движение документа по регистрам здесь вот это первая запись точно вот видите когда мы заказ поставщику проводили-то в регистр накопления заказу поставщиком был введен приход на вот такие вот суммы когда мы вводили поступление товара услуг то в регистр накопления заказы поставщикам был введен расход по таким же суммам и программа смотрит Когда на основании заказа создается поступление, УПП проверяет, есть ли на остатке этого регистра какие-то средства по данному договору и заказу. Если есть, то в поступлении товаровуслуг появляется строчка. Если разность этой суммы, этой проводки и этой проводки не меньше нуля. Если же разность равна или меньше нулю, то не появляется строчка. Соответственно, когда проводится поступление товаровуслуг, проводится расход и суммы выходят в ноль. То есть, если вы пытаетесь еще одно поступление ввести, то уже программа смотрит остатки по данному договору и заказу, смотрит, что там ноль. Или если вы там насильно ввели строчку, там еще одно поступление, то там будет отрицательная вообще сумма. То есть, если ноль или минус, то строчка не появляется в документе поступления товаровуслуг. Как мы сейчас и не видели. Еще раз ведем это поступление товаровуслуг. Вот, ведем, ведем. Ну, вот, пусто. Программа увидела, что там уже нулевой остаток. И не запомнила эту личную часть. Смотрим, 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 что у нас получилась. Структура подчиненности документа. То есть, мы ввели заказ поставщику, ввели счет, чтобы посмотреть просто, как он выглядит вообще. И что на его основании можно ввести все дальнейшие документы, как мы вводили на основании заказа. Далее, мы на основании заказа ввели платежное поручение исходящее, заплатили поставщику. Далее, ввели на основании заказа поступление товаров и услуг. И ввели запись книги приобретения. Таким образом, мы закрыли все проводки под данным документом. Можно посмотреть оборотно-сальдовую ведомость, но я думаю, там красиво все будет. Какая организация, да, было? Организация, да, было. Ну, не считая некоторых счетов, перерасход у нас отрицательные остатки. По счетам взаиморасчетов все у нас чудесненько. Баланс имеется. Ну, подробнее не будем смотреть субсчета. Это уже вы сможете проверить у себя, например. Когда попробуете сделать выполнить подобные действия, которые мы описывали. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...